Я в какой-то момент стала ответственной за макияж уже всех девушек всей страны И я эту ответственность очень серьезно несу Когда ты очень уверен в своей идее, мне кажется, тормоза слетают сразу Мы настолько просчитались по смете, что она у нас увеличилась, наверное, где-то в 7 раз Ой, есть денежка, давайте это сделаем, ой, есть денежка, давайте вот это сделаем И тут вы почувствовали себя бизнесменом Принимать решение самостоятельно за свою жизнь – это классно Мы вообще ничего не можем выбрать, мы еще не понимаем Это очень ликвидно, очень быстро и для меня чудовищно неинтересно И классно в бизнесе не тот, кто распланировал все на 10 лет вперед А тот, кто очень быстро вот так вот жух и просто перестроился У меня есть такая любимая техника, к которой я всех призываю, она называется посоветоваться На данный момент много мне не надо Миллион долларов, чтобы он постоянно выполнялся Просто как бы автопополнение там какое-то, вы можете, пожалуйста, настроить? Лена, здравствуйте! Расскажите, что самое главное про вас должны знать люди, наши зрители? То, что моя внешность и то, что я всегда с улыбкой такая девушка И всегда сияю, это равно труд И в работе в первую очередь для меня самый главный показатель – это трудолюбие Многие думают, что если девчонка симпатичная, в России, к сожалению, это вообще огромная проблема с этим То, значит, оно как-то все само приехало И если говорить о работе, обо мне Вот то, что узнают и очень часто удивляются люди, когда ближе со мной знакомятся То, что, блин, это трудоголик на самом деле А не просто девушка с длинными светлыми волосами Да, это, кстати, правда Вот это прям очень-очень остро у нас именно в России На самом деле, как только ты женщина Все, значит, ты либо чья-то жена, либо ты чья-то любовница, либо что-то еще И ты ничего, в принципе, сама по себе добиться не могла Да, я, благо, уже пролетел этот период, когда мне нужно было что-то доказывать Потому что были, я помню, даже был популярен запрос очень в Гугле Кто же этот человек, который за все это платит у Лены Крыгиной Потому что не сходилась картинка, что человек может работать, зарабатывать И на собственные гонорары пытаться еще как-то выстраивать всеми возможными путями бизнес И выращивать какое-то дело, чтобы в долгосрочной перспективе оно работало А не только быть популярным блогером А вы кто больше? Визажист, видеоблогер, бизнесмен? Я не знаю, на самом деле сейчас я уже, наверное, больше производитель косметики Начинала я как профессиональный визажист Это была основная моя работа, 24 на 7 Но с работой визажиста я, наверное, уже лет 10 как завязала Это примерно в тот период я завела видеоблог И он совершенно неожиданно для меня стал популярным Это было, знаете, как-то нажали какую-то красную кнопку Все засияло, засверкало, все в блестках, в макияже Сразу всем срочно надо краситься И из-за этой резкой популярности я просто профессиональную свою деятельность отложила И переехала в работу блогера И стало довольно неплохо зарабатывать И быть в этом успешной, и развиваться И на все заработанные деньги Как-то до меня быстро дошло, что надо успеть что-то построить Хотя бы начать И я начала организовывать уже бизнес И постепенно уходить в это И сейчас для меня быть блогером, честно, довольно-таки в тягость Потому что мне интересны уже другие процессы Мне уже интересно двигаться как-то, не знаю, там Перспективу смотреть в несколько лет Когда ты блогер, ты смотришь, у тебя перспектива Что на этой неделе снять У тебя она очень короткая Или там, скоро Новый год, надо снять новогодний макияж Тоже интересно, но все, вырастаешь Из этого обратного пути нет И, наверное, сейчас даже из всех направлений бизнеса Которые у нас есть Основное мое, именно в том, в котором я вижу Свое развитие, свое дальнейшее какое-то движение Это производство косметики Мне очень интересен этот рынок Вообще сами процессы То есть я просто там теряю счет времени Когда начинаю увлекаться этим А вот какая цель? К чему вы идете? Допустим, через пять лет вы Как видите свою компанию? Какого размера она? Ну или через десять? Я помню, когда мне пять лет назад Задавали тот же самый вопрос Интересно Я что-то отвечала И она не совсем совпадает Потому что рынок так быстро меняется сейчас Вообще мир так быстро меняется Что все, ну, с ног на голову переваливается Что, конечно, сейчас планы у всех Они такие очень примерные Очень ориентирные такие Вот где-то маячком стоят Особенно в бьюти-бизнесе Потому что за последние десять лет Индустрия красоты Реально пережила революцию Появилось в новых категории товаров Наверное, пятьдесят Бренды начали развиваться Получили огромное количество инвестиций И, ну, если вы вспомните Там лет десять-пятнадцать назад У нас была тушь, тональный крем, помада А сейчас у нас хайлайтеры, шиммеры, блестки Все по пять цветов Вот такие косметички И магазины косметические Они стали не сто метров квадратных А две тысячи метров квадратных И в том числе появилась вот эта как раз проблема Такого гигантского перепотребления И всего, что с этим связано И у меня Моя такая личная цель Это немножко культуру потребления поменять И то, над чем я работаю А это долго, иногда со слезами Иногда с опускающимися руками В этом снова поднимающимся Это менять культуру потребления От гигантского количества продуктов К небольшому, но мультифункциональному Чтобы было меньше самих продуктов Чтобы продукты постепенно Меняли свои составы Меняли свои формулы Чтобы мы могли отказываться От лишних ингредиентов Где-то, где можно использовать воду Не использовать воду Чтобы продукт мог расходоваться полностью То есть это даже От упаковки очень многое зависит Может его израсход полностью или нет Переработка этой упаковки Но самое главное, сама формула Вот у нас есть в макияже Помада У нас есть тени У нас есть румяна Это все три разных продукта Три покупки Три раза упаковка Три раза какие-то ингредиенты Три раза химические реакции Три раза все А это может быть один продукт А почему вас это беспокоит? Вы озабочены экологическими проблемами Или какими-то другими? Всеми На самом деле Самая моя большая проблема Которую я решаю Это женщины Это женщины И их внутренний Такой, знаете Скорее это страх Сомнения И неуверенность Которую С самого детства В тебя Просто запаивает И потом заполировывает Общество Школа Очень много Социальных Каких-то аспектов Которые влияют на это И все равно У нас пока еще нет Вот этого Желаемого Ожидаемого Полного Какого-то равноправия Которого Хотелось бы Достичь И я вижу Женщины же приходят Ко мне на мероприятие Мы делаем фестиваль На 3000 человек После гигантского фестиваля Они выстраиваются Всю очередь Чтобы просто поговорить Чтобы обнять И то, что они говорят Оно не может Мимо меня Где-то пролететь Оно откладывается Сразу И я понимаю Как я дальше И могу помочь И я вижу В чем они не могут Разобраться Где какая потеря Мотивации Высокая Как женщины Не справляются Со всеми функциями Которые социально Навешаны Это материнство Плюс будь успешной Пусть будь такой красивый Как все в инстаграме Пусть у тебя будут Там, я не знаю Ты не прошла Три марафона По успеху Ты вообще Чего тут сидишь И очень много давления И ну просто Не хватает Полная расфокусированность Внимания В каких-то моментах И нехватка Просто какой-то поддержки И когда Тебе дадут Возможность Просто решить Чего ты хочешь Как Кем ты хотела быть И как ты хочешь Действительно Профессионально развиваться И поскольку Я Своим примером В свое время Показала Что можно Взять И начать Маленький какой-то бизнес Чего-то там Самостоятельно строить Но жить той жизнью Которой Вот Ну Которая внутри тебя Кипит А не Снаружи требуется То я стала Каким-то триггером Когда девушки Стали уходить С нелюбимой работы Открывать с подружками Маленькие цветочные магазины Какие-то салончики красоты Ногтевой сервис Там Шить Какие-то Платья Делать свой маленький бренд Я очень это все поддерживаю Мне это бесконечно все шлют С вот такими письмами А4 Типа Лена Посмотрите Я вот на вас насмотрелась И тоже пошла И у нас вот что получилось И я всегда всем Им стараюсь как-то помочь Хотя бы даже просто Осветить их деятельность В интернете Для того, чтобы Еще большее количество людей Стало заниматься Тем Тем, чем хочет И создавать Свои рабочие места Уже Создавать какие-то Маленькие новые направления По-другому Какое-то движение Благодаря этому Идет другое Знаете Более правильное Более Более позитивное Потому что Это движение людей Которые реализуются В чем-то И вот это Наверное То, что меня беспокоит Почему я все это делаю И все мои направления В работе В бизнесе Они все будут Всегда направлены На то, чтобы помогать Я такой с детства Помогальщик Ну, то есть Я прям В школе была Помогальщиком Всем Вот кому помочь Это я бегу Сразу же И поэтому Сейчас я Знаете Как в какой-то момент Стала ответственной За макияж Уже Всех девушек Всей страны И я эту ответственность Очень серьезно несу Ну, то есть Как бы Она для меня Прямо ценна И это доверие Я им очень В свою очередь Дорожу В ответ И поэтому Мне очень важно Как бы развивать Вот это вот Активное Женское сообщество А как вы в свете Вот того, что вы сейчас сказали Относитесь К так называемой Фим-повестке Феминизм вам не близок Или близок Глобально Он мне близок Мне не всегда методы Нравятся И мне не всегда нравится Интерпретация Это всего Но с другой стороны Я со своей стороны Тоже не могу сказать А можно ли по-другому Можно ли Как-то решить этот вопрос Не крича об этом Да Можно ли Решить этот вопрос Как-то Не унижая Вторую сторону Потому что Очень часто Сейчас Феминизм Перекашивается В то, что Не в то, что Женщины должны быть Равноправны А женщины должны быть Выше А вы все Виноваты Мужики Вот И этого очень много Я слышу В интервью Где-то Можете привести пример И мне не Ну я вам конкретные примеры Сейчас не приведу Про конкретных лиц Да Например Но то, что До масс В том числе Информация иногда Доходит таким образом Мне вот это Не совсем нравится То есть все-таки Если мы говорим О уравнении позиций То это именно Уравнение позиций Но Это вопрос На самом деле Сложный Он просто Со всех сторон Сложный Потому что Слишком Я думаю Просто дольше Нужен период Чтобы эту систему Чтобы она ломалась Потому что Она ломается Кроваво Со слезами В Европе Мы видим Она ломается Но Я не могу сказать Что Те методы Которые сейчас Я вижу Что они Прямо Я вижу в них Какую-то результативность Потому что Агрессия на агрессию Тоже не работает Я об этом Не высказываюсь Особо Потому что Я не знаю Какой предложить Вариант развития Событий Со своей стороны То есть Если все идет Таким чередом Возможно Это и есть путь Возможно Где-то нужны Агрессивные методы Где-то нужны Крики о помощи Где-то нужны Яркие высказывания По этому поводу Чтобы это сработало Чтобы это зацепило Если еще вернуться К вопросу О том Как вы видите Все-таки Вот Бизнес Вот ваша Так сказать Миссия Понятно А бизнес Цель какая Ну у нас Многие люди приходят И говорят Я хочу стать миллиардером Да конечно Я хочу стать миллиардером Это даст мне Огромное количество Возможностей Двигать свою Социальную миссию Потому что Я не буду Зависима От материальных факторов И это безусловно Для меня очень важно Деньги это огромная энергия Деньги это очень важно И в том числе Капитализация компании Очень важна И для меня Так же Как для любого человека В бизнесе Важно Очень круто Потом компанию продать Я не собираюсь Все продавать завтра Но через 25 лет Большая вероятность Что да И зарабатывание денег Это маркер успеха Зарабатывание денег Это возможности И они для меня Безусловно Очень важны То есть здесь Баланс этот Он очень нужен Потому что Без денег Не докричишься Без денег Ты культурный сдвиг Не сделаешь Потому что Это и распространение Информации И качество Распространения Информации Все эти Возможные Работы Себе В убыток Но за идею В каких-то направлениях Это все деньги А у вас есть план Как вы станете Миллиардером? Ну вот если честно Нет То есть он Такого прописного Как я стану Миллиардером В голове В голове он есть Сейчас например Я с производством Косметики Больше Как говорят Работаю на зачетку То есть очень много Вкладываю Очень много Работаю на портфолио Бренда На его Связи Установление Контактов И так далее Отработки Каких-то Алгоритмов работы Чтобы упростить Систему Чтобы меньше Затрачивать То есть по сути Идет настройка Косметический бренд Мой личный Он достаточно молодой Ему три года всего Три года Это ничего для бренда Это гайды еще за три года Не сделаешь По обучению Нормальной Потому что ты три года Просто тестируешь И каждый день У тебя новые данные Новые данные Новые данные К аналитике И поэтому Сейчас Конкретно У меня План Пятилетка Что мы работаем На капитализацию Компании Мы работаем Только на то Чтобы накапливать То, чем мы Потом сможем Гордиться То, чем мы Потом сможем Апеллировать Дальше мы Это продолжаем Но на данный момент Все В Не Из Расскажите Как появилась Вообще эта компания Как идея пришла Компания на самом деле Менялась То есть Вроде бы В этом деле Я уже Около восьми лет Но мне Все время Кажется Что мы Стартап Потому что Компания Раз в два года Меняла Полностью Своё направление Деятельности Либо Меняла Какой-то Свой Ключевой Приоритетный Ориентир Все началось Сэмплингового Сервиса Это По сути Когда Компания Организовалась Как компания Потому что До этого Я работала Как блогер Гонорары Выступления Мастер-классы Я увидела Первую потребность Это подбор косметики И Мне пришла Идея в голову Сделать Сэмплинговый Сервис Это Коробочки С миниатюром По одной Выделенной Теме Что достаточно Сложно Собрать Я не Придумывала Сэмплинговый Сервис Они были До этого В Америке Они были В России Но мы Изменили Концепт Концепт Он до сих пор Остается уникальным И он Выстрелил Он выстрелил Этот проект Очень быстро Сразу Но у него Было Ограничение По росту То есть У него Есть Стабильный Доход Который он Может приносить Но его Невозможно Масштабировать Без потери Качества Без потери Уникальности А как интересно Устроена Бизнес-модель Этого Сервиса У вас есть Клиенты Подписчики На которые Подписывают И что-то За это платят Да И плюс У вас есть Рекламные контракты И вам тоже Платят компании За то Что вы Наполняете Эти коробочки А Они просто Отгружают Они отгружают Миниатюры Бесплатно Да И мы их Собираем Именно по Тематикам То есть Вот чтобы Например У нас тема Кремы для лица Вот чтобы там Было 15 кремов Для лица И это очень Хорошая возможность Протестировать рынок И из 15 Ты уже что-нибудь Точно для себя найдешь Это для клиента Очень удобно То есть Это не рандомный набор Каких-то там Маленьких штучек А именно Сфокусировано По теме Ну видимо Успех Этого Бизнеса Кроется В хороших отношениях С брендами В том числе Успех любого бизнеса Кроется в хороших отношениях Ну конечно Это и в хороших отношениях Это и в эффективности его Потому что у нас очень Мы же видим Как повторно Бренды участвуют И по сколько раз Они повторно участвуют Это такая реклама Причем интересная Ее сложно отследить Потому что Она скорее Рассчитана И направлена На лояльность Ко всему бренду На лояльность К продукту И она такая Вот в долгу Работает То есть С ней человек Подцепляется Находит свой продукт И он с ним Долго уже Потом идет И вот это Наверное Очень важно Что не просто Это по промокоду Какая-то Быстрая покупка А что это Осознанная покупка Которую человек делает И остается С брендом А как вы Это все Расскажите Секрет Как вы это все Сделали Вы пришли К брендам И сказали Вот я Такая идея Дайте мне Ваши образцы А я буду их продавать В подписке Примерно так и было Мне кажется Не каждый человек Может так сделать Нет? Ну да Это знать Когда ты очень Уверен В своей идее Мне кажется Тормоза слетают сразу И мне казалось Ну в тот момент Мне до сих пор кажется Что это так круто Так очевидно Так понятно Так просто Я так приходила У меня были встречи В кафе Не было ни офиса Ничего И я примерно Выкладывала Как это будет выглядеть И конечно Я сейчас Самую большую Благодарность Испытываю К тем участникам Которые были В самом первом боксе Потому что Его не было еще То есть я показывала Макет Была идея Было то И они Это была тема Я хорошо помню Туш И они все Отгрузили полноразмерные продукты Это даже не миниатюры были А просто коробка Набитая тушью И Это да Было классно Этот бизнес Вам принес деньги На которые Вы открыли Студию красоты Да Что было дальше? Ой Давайте про студию Да-да-да Это было очень Интересно С точки зрения Того Как я на ходу Училась Составлять сметы И потом Переставлять их И училась На своих ошибках Потому что Деньги действительно От Сэмплингового сервиса Они в тот момент Были И Пришла идея Открыть студию красоты Потому что Есть очень много Клиентов И очень много Запросов Которые я сама Не возьму Классная идея Открыть студию Мастера Все работают Есть место Куда Где проводить съемки И так далее И И тут Это был Первый Конкретный Такой Факап Если мы можем Так говорить Уже интересно Да Потому что Мы настолько Просчитались По смете Что она У нас Увеличилась Наверное Где-то в 7 раз О господи Да И Потому что В процессе У меня уже Меня понесло Конкретно Давайте тут Все закажем Под индивидуальную сборку А здесь нам Художник сделает Свет А здесь еще что-то И эти деньги Они просто Вот так вот Раз И утекли И Это было Это было первое Такое мое Внутреннее Скажем так Падение Потому что Студия получилась Невероятная Все Сошли с ума От того Как это красиво И это пространство Само Ты вообще не понимаешь Где ты находишься Это настолько красиво Что это все Как какое-то искусство Но при этом Мы просто на нулях Ее открыли Даже в минусе В жестком То есть где-то Искали деньги Где-то занимали Чтобы просто Ее уже открыть Потому что Вот это вот Моя любовь По красоте Все сделать за идею Она в тот момент Очень дорого нам стоила В всей компании И это был такой Первый кризис Когда Конкретно Не подрасчитали И после этого Началась Моя карьера Как человека В бизнесе Потому что До этого У меня все равно Было Ой, есть денежка Давайте это сделаем Ой, есть денежка Давайте вот это сделаем И тут вы почувствовали Себя бизнесменом Да, и тут я почувствовала Что есть риски Есть возможности Своими вот этими Нерассчитанными Хотелками Просто сейчас Все это Потерять И это было Первый раз Без страха Без всего Просто адекватно Но я тогда Очень хорошо Землю под ногами Почувствовала Когда поняла Что так Лен Надо немножко Подспуститься Потому что Ну если ты решила Делать это все На свои деньги То наверное Как-то надо Аккуратно Это не Инвестиционный фонд Который тебе Залил Трать не хочу Когда-нибудь Через 10 лет Отчитаешься А вы всегда Делали бизнес На свои Или вам все-таки Потом Пришлось Или захотелось Привлекать деньги Мы привлекали Привлекали В какой-то момент Мы привлекали Небольшие деньги Просто повысить Оборотку Интернет-магазина Это краудфандинговые Площадки Но Пожалуй Инвестиции Где мы продавали Долю Это Только в Косметическом бренде Небольшая доля У нас Продана За сторонний инвестор Вы раскрываете Его имя или нет? Кто это? Это Мой очень хороший друг Ну не фонд Частное лицо Частное лицо Так И что про студию Расскажите дальше Что было со студией Когда она начала зарабатывать Когда она начала Приносить вам прибыль Она начала зарабатывать Довольно Шустро Но Студия Вот на самом деле Это то направление В котором Мы тоже думали Делать из этого Салон красоты Вот который прям Деньги Штампует Или не делать Потому что У студии Очень большое количество Расходов Мы даже думали В какой-то момент Продавать франшизы Еще что-то И понимаем Что никто не потянет Такое количество расходов Студия таким образом Устроена Что это какое-то Некое флагманское место Сейчас уже Которое По большому счету Содержит все остальные Направления Для того чтобы Она была И для того чтобы Там очень много Всего происходило Но те расходы Ну то есть То сколько мы тратим На клиента Нормальной Салон красоты Не сможет Просто потянуть Потому что Это будет Очень небольшая Прибыль от этого И те дорогие средства Тот дорогой сервис И поэтому Вот студия Кстати у нас В этом плане Для души Она приносит Деньги Но это не Проект на который Мы ориентируемся С точки зрения Заработка Там самое главное Чтобы там было Все хорошо Красиво Мы всегда там Могли снимать Мы всегда там Могли устраивать Мероприятие Мы всегда могли Использовать это Как некое Презентационное Пространство Штаб-квартира И чтобы Мы могли там Как раз таки Работать с клиентом Получать от него Обратную связь И так далее Так это та студия На которую ушли Все деньги От сэнклингового сервиса Первый успех Был потрачен На эту красоту На это пространство Как раз Что здесь Что за призма Призма Здесь вообще Все элементы Они что-то значат Что-то для меня Или в нем Во них есть Какой-то символизм Вот это например Если вкратце Мне в детстве Очень хотелось Иметь эту штуковину Как в пятом элементе Потому что Когда я смотрела Этот фильм Там было Четыре стихии Помните да Финал И вот эта девушка Которая стала Пятым элементом И мне почему-то Казалось в тот момент Что это красота Красота и любовь И что красота и любовь Спасут мир Раз мы заговорили Про детство Может быть тогда Расскажите Где проходило ваше детство Каким оно было Что вы помните У меня классное было детство Потому что Потому что Мне очень повезло С моими родителями Я родилась в Сургуте И практически Все свое детство Провела на севере И родители Мои классные По одной простой причине Они очень мне Всегда доверялись Мы всегда общались Как со взрослым Мне разрешали Формировать собственное мнение Свою позицию Если это моя комната Я сама выбирала мебель Я сама выбирала свет Где он должен был Быть расположен И мне в этом плане Абсолютно доверяли Никогда Ничего не запрещали Мне давали выбор И объясняли Как опытные Старшие товарищи В каком направлении Тот или иной выбор Изменит мою жизнь И всегда решение было за мной И благодаря этому Мой сложный Подростковый возраст Мои вот эти вот Скандальные годы Классического подростка В протесте Они прошли Только в плюс мне А был протест? Конечно, был Потому что я всегда Непоседа была И у меня всегда было Очень много вопросов У меня всегда было Очень много несогласия Я никогда не принимала позицию Пока у меня не было Достаточного количества аргументов То есть Когда говорили Так надо Это была Красная тряпка для быка То есть это Сто процентов Было, что так не надо То есть пока мне не объяснят И пока я сама Не приму решение Что да, мне это подходит Я довольно рано уехала Я в семнадцать лет Уже сама жила в Петербурге И я была абсолютно К этому готова У меня была абсолютно Взрослая самостоятельная жизнь Я понимала, как рассчитывать И бюджет И как вести самостоятельную жизнь С точки зрения Я не знаю, как платить за свет Какие-то вот эти все вещи Поэтому Эта самостоятельность Дальше мне, наверное Позволила не бояться Каких-то резких движений Больших шагов Да, вот то, что мы обсуждали Это же пойти и сказать Давайте вы меня все Отгрузите в мой проект Кучу своих продуктов А я это все продам Нужна определенная смелость Вот эта смело закладывалась там А кто ваши родители? Мама работала всегда В банковской сфере Сработала с клиентами В, как это называется Депозитарии Да, вот это отделение банка Вот Мой папа всегда был В бизнесе В разных направлениях Как правило Связан с коммуникациями И папа в том числе Один из главных моих советников Потому что даже на пенсии Телефонный разговор с папой Всегда как с каким-то коучем для меня Интересно Родители даже никогда не вникают в ситуацию Просто потому что они уже не понимают Как устроен этот бизнес Это уже другое время Другое все Но, видимо, общие базовые ценности И базовые правила Они всегда едины И всегда могут Высказав просто свое мнение Дать какой-то Какой-то дельный совет Поэтому у меня детство было Активное Я занималась всем, чем только можно Я была записана на все кружки Вот какие только бывают То есть у меня было столько энергии всегда Что мне надо было заниматься всем Я до сих пор занимаюсь бизнесом Я не могу заниматься, например, только бизнесом Мне нужно вообще чем-то сторонним Быть увлеченной Чтобы переносить эти знания уже на бизнес Вы переехали в Петербург зачем? Учиться Как и все На специалиста по связям с общественностью Как папа? Ну, в целом, да Но вообще, на самом деле, это был побег, конечно Из небольшого северного города Мне было все равно, на кого, куда Лишь бы уехать Да, мне очень мало было пространства И я так завидовала Знаете, когда в детский лагерь уезжаешь куда-нибудь В Болгарии я была И приезжали ребята из Петербурга, из Москвы И у них была так... Они слушали такую классную музыку У них была такая классная одежда Они как-то были по-другому подстрижены И меня это все манило и залораживало Как первый раз в Нью-Йорке тогда Это вот, знаете, такое яркое впечатление И я просто понимала, что у меня масштаб города Он мне... Я ничего не смогу сделать Но в итоге в Петербург я переехала Начала учиться в Академии туризма Но не закончила Ушла в макияж Как-то меня просто волной какой-то вывела Совершенно случайно А что, деньги надо было зарабатывать? Что? Ничего не надо было Я так увлечена была макияжем Мне просто это очень нравилось Я такая с детства всегда Привлекала мамина косметичка И все, что с этим связано То есть я была такой... Девочкой с пацанским абсолютно характером И с пацанской тусовкой Но мне нравилось вот причесывать красиво волосы И красить реснички И я каким-то образом увидела просто перед собой Объявление курса визажистов Пошла туда И все И дальше, ну то есть я настолько поняла, что это... Все, я пришла То есть я хочу... Я думаю только об этом Я хочу развиваться в этом Я хочу научиться Я хочу быть суперхудожником Я хочу, чтобы у меня вот прям из-под руки Кистью линия выходила филигранно-тонко Дальше пошла модная индустрия Потому что там больше свободы Фото и так далее И в какой-то момент это случился потолок В Петербурге я делала все Ну то есть я красила все съемки Это либо я, либо мои ассистенты Все было монополия по рынку полная вообще Но в Петербурге Все, что ты делаешь в Петербурге Остается в Петербурге Это никогда не уйдет на федеральный масштаб В Петербурге тоже было тесно Да, и я одним днем переехала И поэтому вот я здесь Что сказали родители, когда вы бросили институт И пошли учиться на визажиста? Это самое... Было, наверное, такое яркое переживание Потому что папа прилетел Я помню очень хорошо То есть папа все бросил Сел на самолет И полетел с вами разговаривать Потому что он... Ну они же не понимают Что я на самом деле карьеру строю У нее ребенок там забил на институт И пошел заниматься, не пойми чем Чем вообще, да Красить И я помню, что у папы в этом плане У меня вот передается постепенно Уже вот эти гены, они прослеживаются То есть нет ничего страшнее Это моего молчания Ну типа... Потому что ты как бы о себе понимаешь все сразу же А он просто может сидеть и есть Я помню, вот папа прилетел И он так молча просто сидит И ты сам уже начинаешь оправдываться Ты уже начинаешь как-то сидеть на месте не можешь То есть ты понимаешь, что тебе настолько стыдно уже На следующий день, наверное, папа только начал со мной разговаривать Все остальное время говорила только я Потому что я пыталась как-то оправдать И объяснить, что посмотри, я вот развиваюсь У меня тут съемки, у меня тут вот А у меня тут вот известных людей я накрасила Там еще что-то То есть пытаясь как-то задавить портфолио И какими-то хотя бы фактами Да, что это все не просто так И это доверие, оно очень ценное И то, что мне дают эту свободу, оно тоже для меня ценно И что там в том числе Я там в тот момент там все деньги свои, которые у меня были Я тратила на то, чтобы На кисти, на учебу Ну то есть на то, чтобы иметь инструменты даже Для того, чтобы работать Но в тот момент это вот прямо Лавочка прикрылась с точки зрения То есть у меня в этом плане родители очень В смысле лишили содержания? Да, если ты в это веришь Если ты понимаешь, что ты самостоятельно и ты сама Распределяешь свой бюджет У тебя бюджет должен быть свой Ну в тот период это было более-менее Это какой год? В 2006, 2005-2006 И ни разу я не обратилась к родителям Что не было денег или еще что-то Хотя были ситуации Работа сколько приносила в тот момент? Работа приносила то 500 рублей, то 2000 Ну то есть это было вообще То есть ну так сильно упал уровень жизни Ну нет, просто я вписывалась во все, что только могла И это тоже школа классная Это позволяет тебе оценить труд Вообще возможности свои Когда ты понимаешь, что у тебя каждый час Это твои возможности И это, наверное, одно из вас Самых важных событий в моей жизни Потому что не перекройся тогда этот краник Не думай, что такая карьера была бы Принимать решение самостоятельно за свою жизнь Это классно Потому что потом начинается все самое клевое веселье Потому что ты уже сам руководишь своей жизнью Как долго продолжался этот период Такой не очень простой жизни Когда нужно было браться за все? Ну лет пять активно Потом я тоже боролась за все Просто у меня уже были какие-то деньги По петербургским меркам Хорошие, да, наработанные связи Ну тот период, когда петербургская зачетка Уже начала работать на меня А вот Я поработала, поразвивалась У меня была школа визажистов своя А вы там школа тоже? Да То есть я очень много работала С известными людьми Петербург, с театром И со всеми направлениями И потом поняла, что надо дальше А школа как вот эта появилась? Просто нужно было размножиться Потому что мне хотелось Нужно было зарабатывать Мне хотелось никому не отказывать Да, и делать все Потому что все интересное Всегда происходило в пятницу вечером Параллельно И нужно было как бы быть и тут, и там И Диану Вишневу на спектакль накрасить И какое-то открытие каких-то магазинов накрасить И тут же какие-то съемки для журналов Там петербургских И тут всем все надо было успеть Я хотела все успеть Поэтому была идея создать школу Чтобы обучать специалистов Я хочу перейти к производству Пойдемте к ним Откуда взялось производство? Как придумалось? Не оттуда ли, что надо окупать Было студию, которая съела все деньги? Ну и в том числе В какой-то момент возникла идея Как раз таки, о которой я вам уже говорила О том, что рынок очень становится Каким-то Перенасыщенным Перенасыщенным, да Иногда даже замусоренным Просто вот одинаковыми продуктами С разными логотипами И в том числе я слышу вот этот вот фонящий фидбэк О том, что мы вообще ничего не можем выбрать Мы еще не понимаем В косметических магазинах Ну туда страшно заходить Потому что все это на тебя давит Каждый бренд выпускает по 48 оттенков помад Примерно раз в 3 месяца И ну казалось бы Ну из 48 ты точно выберешь Но на самом деле Ты не выберешь вообще Просто потому что слишком много Плюс поскольку я с профессиональным макияжем Связана и связана была всегда У меня была такая большая задача Немножко изменить концепцию макияжа Потому что она не менялась Вот эту помаду как изобрели И тушу По 100 лет назад То это все Вот весь процесс макияжа изменился Уже люди в космос полетели Айфон изобрели А макияж Ну как бы вот все по этой вот старой конве Какой-то вот с начала века 20-го Знаете, у меня было такое В голове я представлялась художника Который пишет портрет И он же не берет какую-то отдельную краску для губ Или отдельную краску для глаз Ну есть краски разных цветов Он ими пишет портрет И у меня была задача вот такая Создать краски И для девушек Просто для потребителей косметики основной И для профессионалов Которым нужны краски Которым нужна возможность Все смешать и получить то, что ты хочешь Изменить текстуру То есть как-то управлять продуктом И иметь вот столько А возможности вот столько А производится это где все? В России Это тоже один из таких принципиальных моментов Расскажите, как вы Так хочу все производить в России И вообще, чтобы вообще не выходить Ну потому что мне хочется Чтобы это поднималось все Чтобы этого было больше Чтобы было больше желания У самих производств У тех, кто создает У тех, кто разрабатывает Чтобы у них было больше Какого-то драйва и куража С точки зрения Давайте что-нибудь вообще сделаем Давайте изменим немножко Давайте что-то революционное произведем Это же не очень бизнес-логика Бизнес же, мне кажется, всегда должен Мне так кажется Может быть, ошибаюсь Где подешевле искать Где произвести Где эффективней Конечно, глобально Он такой и будет Но все равно Если кто-то шевелит пространство Если кто-то Мозолит глаза Со своими вот этими Идеями Даже если С тобой Какое-то контрактное производство Согласится Сотрудничать И серии Ай, девчонки Давайте Что там у вас там За краски У нас такое тоже было Ну вот Даже если так Все равно Пройдет там Год-два И люди будут думать Блин, мы что-то сделали Мы что-то изменили И какое-то новое движение Новая энергия Она идет везде Мы работаем с контрактными производствами На данный момент Производства, собственно, у нас нет Оно В нем и нет необходимости Потому что нет еще пока таких объемов Но мы к этому В том числе и двигаемся Уже к маленькой своей лаборатории К маленькому Хотя бы разливному цеху Сейчас Производить в России Для меня Классно В первую очередь Потому что я в контакте С людьми Изобретательство Очень сильно зависит От людей Всегда С которыми ты работаешь Контрактное производство В Италии Скажет тебе Или где-нибудь В Китае Вот пять образцов Пять корректиров Не нравится До свидания В изобретении Каком-то Нужно долго Докручивать Допиливать Доводить до совершенства Очень много Времени требуется И вовлеченности И поэтому Это всегда люди Люди С которыми Нужно устраивать отношения Это очень важно На данный момент У нас Очень мало Есть продуктов Где одним производством Закрывается полный цикл В основном Они В одном месте Разрабатываются Или Собираются Ингредиенты В другом месте Они варятся В третьем месте Они разливаются Потом Еще в одном месте Они упаковываются И текируются И то есть Это в общем Целый круг По То есть Такая Логистический бизнес Такой Да То есть Продукты Они так вот Объезжают Москву Где-то За 40 километров А все в Москве Производится Почти все В Москве Под Москвой Сейчас в том числе И благодаря Развитию Вот этого Российского Производства Стали получать Инвестиции Новые заказы Маленькие Локальные Производства Где-то в регионах И рынок Начал Как бы Шевелиться Там Пошло движение Какое-то Прямо Стало Намного веселее Интереснее Сейчас Мы Искали Были в поисках Контрактного производства Наверное 7 лет назад Это вот Или 8 даже Это первый раз Когда пошли Такие движения Это было Раз, два, три И вариантов У нас других нет Сейчас Для разных категорий Продуктов Для варки И розлива Разных текстур Уже есть Выбор В том числе И там Поставщики упаковки Поставщики ингредиентов Все это стало В России Очень круто развиваться С производством Понятно Как изобретаете У вас работает Лаборатория Я так поняла Небольшая Тоже контракт Контракт А как этот процесс устроен Вот вам приходит Как-то идея в голову Приходите Говорите Вот А сделайте мне Вот там То-то-то-то-то Как они Это правда так Когда более-менее Уже в теме Примерно понимаешь Как ТЗ поставить Лабораторию На каком языке Общаться Как объяснить задачу И дальше Начинаются Какие-то первые движения Появляется Какая-то Первая разработка Она всегда Очень сырая От которой Можно будет Уже отталкиваться Так Нам нужно Вот здесь Стойкость повысить Здесь Я не знаю Пигментированность И дальше Какие-то Профессиональные Термины Производственные То есть Изменить вот это Изменить вот это Изменить вот это Вот И постепенно Постепенно Вот он Знаете Как бриллиантик Обтачивается Алмаз Вот он Появляется Вырисовывается С основным Мультипульс Функциональным продуктом Флагманским продуктом Вот Мы провозились Наверное Где-то Три года Разработки Было Очень большое Качество Образцов На 85 Я перестала Считать Просто Перестала Даже смотреть На номер Этикетки У нас здесь На самом деле Вот эта территория Вообще Довольно-таки Закрытая Если вы заметили Там звоночек Тут звоночек Потому что Здесь очень много Известных Девушек Собирается И очень часто Их много Здесь сразу Актеры Певицы Все Все же Хотят Расслабиться Да И Там певицы Девушки Ну люди сцены Скажем так Приезжают сюда Без макияжа Очень часто С самолетов Не выспавшиеся Не поевшие Да То есть Уставшие Иногда просто Хочется Не контролировать Речь А сказать Теми словами Которыми ты скажешь На кухне у себя Да Или там Вообще Не со своими друзьями И для меня Здесь очень важно Чтобы они Как раз Стоять комфортно Чувствовали Такое убежище Да То есть Это такое место Где Все чувствуют себя Комфортно И здесь Это не проходное место Сюда приходят Как бы целевой Гость Здесь Обслуживаются Партнеры Пиаршики Бренд-менеджеры Брендов То есть Все как бы Друг другом Более-менее знают Здесь есть Некое такое Комьюнити Уже Сейчас И Много Звезд Собирается На мероприятия На какие-то Свои Тусовки На клипы На презентации Самое время Задать вопрос Насколько важны Связи и знакомства В вашем бизнесе Ключевую роль Играет Вообще В любом бизнесе Вот правда Самую большую роль Сыграют люди Во многом В производстве Косметики Например Связи Не связи Покровителей Или связи Еще что-то А просто связи С людьми Как ты их устанавливаешь Да Знакомство Потому что То что мы Смогли реализовать Это только Благодаря тому Что какие-то Конкретные люди Благодаря личным Отношениям Приняли решение В какой-то степени Неприоритетное Для них Невыгодное По факту Если посчитать Цифры Да и деньги Но они его приняли Потому что Они видели Горящие глаза Они видели Людей Которые хотят Что-то создать И они Поставили свою подпись На каком-то документе То есть Это всегда Твои связи Кто тебя знает Что ты с кем делал Потому что Как только этого нет Начинается задвение Бренда Личности Или еще чего-то Можно быть супер классным Но если ты В своей тусовке Не виден И не слышен Скорее всего Ты просто Все как бы Начнет гаснуть Много тратится Сил и времени На поддержание Вот этих контактов Все Время Все время Тратится на это На самом деле Это во многом Есть Как мне кажется Задача лидера В компании Иногда Кажется Что Чего он там вообще делает Вот мы тут Все сидим Работаем Чего там тусуется Приди попробуй Потусуйся Так 7 раз в неделю Потому что Это не тусовка Прийти И из Бокальчиков Бесплатное Выдыхшееся Игристое вино Попить Это вообще Никому не интересно Тем, кто приходит Туда по делу Ты идешь с целью Тебе нужно с этим Обсудить то С этим обсудить это Здесь вот Подумать о перспективах Такого проекта Совместного Здесь коллаборация Здесь еще что-то Здесь еще что-то Всегда в твоей сфере Коммуникация должна быть Налажена Со всеми Теми От кого ты можешь Зависеть От С кем ты можешь быть В сотрудничестве В взаимозависимостях Каких-то И кому ты Что-то можешь дать Это тоже Важно Это Это первое Это первый мой вопрос Всегда Чем я могу быть Вам полезна Да То есть что Чем Давайте Объединяться Давайте меняться Давайте что-нибудь делать Клевое Да Кто самый влиятельный человек Которому вы можете позвонить Самый влиятельный Да Ну если вдруг Вам понадобится Помощь Или еще что-то Ой Ну я не могу сказать На то они же И влиятельные люди Что нельзя Раскидываться Такими именами Но у меня даже Был перед момент Когда звонила Да А что это было Можете рассказать Ситуация глобальной Несправедливости Ну просто была Да Сложная ситуация Вот И Нужен был совет Вот С советом помогли А как вы идеи придумываете Я вот Разговаривали с Ресторатором Зарьковым Он говорил Что он придумывает В душе Когда у него На массаже Когда у него Выключен мозг Ну это был в идее В самолете У вас как устроен В самолете Да В самолете В больших самолетах В маленьких самолетах Потому что я увлекаюсь Пилотированием И состояние Выводите самолет Да И большие То есть Любые перелеты Любое состояние Самопередвижения Вообще Очень часто Это кстати Бывает В такси На дальние расстояния Когда я еду На аэродром Это два часа Это мои самые Обычно Долгие переезды Или на производство Тоже два часа Вот это Состояние Когда ты погружен Просто В окно Вот что-то там У тебя какие-то деревья Проходят мимо тебя Я Не знаю Куда я погружаюсь Но оттуда Черпаю идеи Они приходят Прилетают Просто стрелой В голову Я помню Как хорошо Помню Как я придумала Конкретно Основной наш продукт Он просто появился В голове То есть Я крутила Какие-то разные идеи Что-то думала Что-то А вот может быть Вот это Может быть вот это Чего же рынку не хватает Я не хочу делать то Что уже есть Не хочу изобретать велосипед Я хочу Создать И я не могла То есть Я чувствую Вот эту проблему Какую-то Которую я пытаюсь Решить этим продуктом И не могу Сомна сформулировать И Просто В какой-то момент Такой И Видимо Обработался Этот файл Как-то Распаковалось Там все Что нужно И она появляется И вы садитесь в самолет И благодаря самолету Взлетаете Ну В самолетах Да У меня что-то Додумывается То есть Есть очень много мыслей Которые Знаете Фоном у тебя Так Надо вот об этом подумать Вот это хорошая Может быть идея Вот это надо подумать Как развить Здесь надо посмотреть С другой стороны А может быть Соединить вот это И вот это Покреативить И вот все время Какие-то такие Вот общие фоновые мысли Они Звенят У меня Как у творческого Креативного человека А в самолетах Додумывается Как часто вы летаете? Ну вот Сейчас В последнее время Часто Летаю А так Конечно Вот тот период Когда мы дружненько Посидели дома все Мне было В этом плане Тешеловато Как раньше Это было Да На два дня Сгонять в Нью-Йорк Это было типа Ок Да Или Сегодня в пятницу Мы ужинаем с друзьями А завтракаем Мы в Париже Потому что Так решили Когда все это дело Прикрылось Мне Вот это состояние Когда я заперта Дома Оно было Невыносимо Не с физической Точки зрения Не с усталостью Ничего А просто От того Что у меня нет Этого полета Я все время Заземлена Мне воздуха не хватает Мне не хватало Этого Как раз таки Для Идей Для того Чтобы Очень много Каких-то начатых Мыслей Просто закончились И Сейчас И я уезжала На аэродром И летала на маленьких Самолетиках Просто чтобы У меня это состояние Полета Было Вас устраивает Вас наверняка Не устраивает Размер компании Которая сейчас Есть Потому что Странно было бы Если он вас устраивал Какие у вас Не мечты А планы По масштабированию У меня Знаете как Меня не то что не устраивает Мне вообще Всегда все не устраивает И я До сих пор Не понимаю Это хорошо Или плохо Потому что В каких-то моментах Это конечно Свобода Делать что-то еще То есть Ты не ограничен Вот этим Вот комфортом Он тебя не расслабляет Ты все время Хочешь что-то Изменить Улучшить А с другой стороны Ты постоянно Бежишь За каким-то Угоняющимся От тебя поездом Он все время Где-то Бежит И ты за ним Да Потому что Тебе все время Надо что-то поменять По крайней мере Это у меня так Из планов Это Ну все Производство То есть Я уже настолько Ушла в это Я понимаю Настолько Можно Круто Развернуться В этом деле Выходить На новые рынки Выходить На зарубежные рынки Сейчас мы готовимся Уже к выходу На ближайший Зарубежный рынок Дальше 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 Насколько Можно Эту тему Еще раскручивать Мне интересно Я понимаю Что мне Это будет стоить Дорого Потому что Штамповать Китайские продукты Лепить Свои логотипы Это очень выгодно Очень дешево Можно Сделать Кто угодно Захотите Завтра Маски Свои Назвать Любимым Словом Не знаю Своего детства И поверьте Мне найдется Marketplace Который их продаст Это очень Ликвидно Очень быстро И для меня Чудовищно Интересно Прямо Вот просто Скукота И я понимаю Что я Из тех Людей Которые В какой-то Момент В своем Бизнес Развитии Где-то Пойдут В убыток Где-то Недозаработают Но сделают Круто Но сделают Классно Сделают так Чтобы помнили Сделают так Чтобы запомнили Сделают так Чтобы уникально Было Мне неинтересно Делать то Что делают Все И Какое бы направление Мое дальнейшее В бизнесе Не было Как бы я не Определилась В каких-то Новых путях Как бы не стала Развиваться Компания Точно могу вам Сказать Что мои планы Будут очень сильно Не похожими На планы Всех других Нет Подождите Вы сказали Что вы собираетесь Построить завод Да Но для того Чтобы делать уникальные Продукты Не для того Чтобы делать То что делают все А когда вы планируете Построить завод Пока рано Я думаю Что это Еще Пять лет Точно Компания Комфортно будет Сочувствовать В контрактном производстве Мощности Не должны стоять Мощности По хорошему Должны работать Как в Китае В три смены По восемь часов То есть Круглосуточно Они меняются И Потому что Аппараты Если они есть Они Очень Дорогие Они должны работать И они должны работать Даже с точки зрения того Что простой аппарат Его надо потом Настраивать Снова Это как Музыкальный инструмент Он должен играть И Для этого Нужны объемы И я думаю Что Если говорить Про завод То это Перспектива Пяти А может даже Десяти лет Маленькое производство На одну ленту В пределах Пяти лет Точно будет Уже собственное Вы будете Привлекать деньги Скорее всего Первая потребность Это будет Даже не производство А разливной цех Возможно Разливной цех Мы потянем Кредитными деньгами Но если говорить О привлечении В долю Инвестиционного фонда Или продажи Частным лицам То это конечно Уже перспектива Большого Скачка Большой скачок Это конечно Собственное производство То есть Там очень много Должно всего Сойтись На что нужны деньги Не только на завод Произвести кучу продукта И не потратить Примерно столько же На маркетинг Будет очень глупо Потому что Это все будет лежать На складах Как раз мы до маркетинга Дошли Как раз хотела Поро это поговорить Сколько вы тратите На маркетинг Может быть не в цифрах А в пропорциях Насколько Много туда нужно денег И В общем Как это все устроено Какие каналы Лучше всего у вас Продают На данный момент Вот у нас сейчас Переходный период К изменению В целом Маркетинга И стратегии Потому что до этого По большому счету Это все был интуитивный маркетинг И в маркетинге Как таковом Мы не нуждались Потому что Тот объем Который нам нужен был Продавался сам Сейчас у нас Партии растут Выходы на новые рынки Сейчас мы больше Завязываем на том Чтобы Продукт продавался В том числе Людям Которые меня не знают И Может быть И не узнают Написано там что-то Главное Продукт хороший То есть Отходить от Фокуса Персонального бренда Вот этого Когда все Полно Все сконцентрировано На мне Уже в более Широкие массы И у нас И продукты Для этого появились Которые понятны Широким массам Которые не так Нужно зацикливать На мне И не так Много объяснять То есть Они проще В применении Они менее Профессиональные Скажем так Они больше адаптированы Для домашнего применения И поэтому Сейчас у нас Маркетинга Стратегия Меняется То есть у нас Прям план Перестройки Потому что До этого Мы вообще Не использовали Никакую рекламу Не таргетированную Ни вообще Никакую Она просто Была не нужна Мне кажется У вас есть Какой-то вопрос Который Все это Объединяет То есть Мы как будто бы Идем К хом Это вопрос Нет? Нет Мы просто Разговариваем Про то Как вы Делаете бизнес И как вы Выживаете В этой всей истории Вот Про выживать Знаете Можно отдельно Поговорить Еще часок Историю Потому что Мы не можем Игнорировать Пандемию Жесткий рынок Мы не можем Игнорировать То что Сейчас Конкурентная среда Российских брендов Очень растет То есть Очень много Факторов Есть Которые Каждый день Влияют На Планы К примеру В 2020 году У нас Должно было быть Закрыто Определенное количество Категорий продуктов То есть Это запуски Это большое мероприятие Для бренда Запуск Новой категории Продуктов Выходы На новые Маркетплейсы Выходы На новые регионы А у нас В тот период Склады Практически Ну вот такими Базовыми Оттенками Они Не были Настолько Заполнены Потому что Все это стояло На варках Все отменилось Все закрылось У нас У нас На складе Красный Желтый Голубой Выкручивались Как могли Снимали Столько контента Просто продавали То есть У нас Из Битуби Полностью На этот период В Битуси Перешел Весь бизнес И потому что Мы понимали Что мы по-другому Этот кораблик Не удержим Мы вот Либо сейчас Прямо Конкретно Каждый У нас Начинает В компании Продавать И Придумывали Образы Придумывали Поводы Придумывали Идеи Почему Сейчас Это может Быть актуально То есть Придумывали Тренды Сами Развивали Какую-то Культуру Я столько В жизни Видео Не снимала Я столько В жизни Не говорила В камеру Как На пандемии У себя дома Потому что Мы понимали Что если Сейчас Мы не дадим Грандиозного Количества Идей Девушкам Для макияжа Возможности Научиться Макияжу Потому что Есть свободное Время Сейчас Мы Просто Можем Не выплыть Потому что Убытки Которые терпела Компания Просто Каждый месяц Они конечно Были очень ощутимы С учетом того Что нам Никто не Отменил аренду Особняка Целого На Кропоткинской Можете себе Представить Я Благодарна Что у меня Знаете Вот этому опыту Какому-то Который у меня уже был И тем людям Которые давали мне советы О том Что Быстро Надо перестраиваться Завтра Все может поменяться И Классный в бизнесе Не тот Кто распланировал Все на 10 лет вперед А тот Кто очень быстро Вот так Как знаете Стрелочный переезд Есть у поезда Вот так И просто Перестроился Потому что Только благодаря Этому Благодаря Очень быстрым Решениям И непонятно Они правильные Неправильные Главное Чтобы оно было Уже Хоть какое-то То есть Просто не пасуем Не сидим И не прячемся Где-то в углу Только благодаря Этому Мы вышли И мы вышли С плюсом И Конечно Это было Шесть месяцев На пятой скорости И все потом Просто немножко Легли В офисе Но благодаря Этому Компания Удержалась На плаву И вышла В целом Молодцом И очень много Очень много Направлений Прорисовалось Благодаря Этой пандемии То есть Такой Вроде бы Кризис Жесткий Но тоже есть Вы тогда решили В B2C выходить С сегмента Да Тогда Вообще Много решений Было На самом деле Принято О том Что где-то Надо упроститься Где-то Чуть-чуть Быть Не настолько Прям концептуальными То есть Вот эта вот Грань Сделать что-то Уникальное Но остаться Понятным Вот тогда Она наверное Появилась И В целом Мы и до этого Работали с клиентом Напрямую Просто в тот момент Мы поняли Что B2B контракты Наши Они просто В заморозке Непонятно Насколько То есть Мы ничего Не отгружаем У нас Никто ничего Не закупает Потому что Все тоже Закрыты И мы Просто уже Лично С клиентом Через собственный Интернет-магазин Через инстаграм Начинаем общаться Начинаем объяснять И начинаем Продавать так Как вы думаете Какой вы руководитель? Я идеолог В компании Это точно То есть Я человек Который Приносит То Что не может Не сделать Никто другой В этой компании Это вот Те самые Идеи И это То самое Видение Как это Должно быть Круто И Все Кто приходит Работать Они в том числе Об этом говорят Они хотят Говорят Мы хотим Работать с тобой Мы хотим Научиться Этому Этому У тебя Мы хотим Понять Как 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 тоже Так сделать И те Кто работают В компании Давно Они уже Сами круто Работают Но Стараюсь Быстро В своем Собственном Бизнесе И это Дает Свои Плоды Потому что Когда Я сама Очень была Сконцентрирована На этом Микроменеджменте Из-за Неопытности Просто Из-за Желания Все сделать Идеально Из-за Вот этого Перфекционизма Который На самом деле Не так уж Хорош Как кажется Его Принято Возводить В культ И я Сама Такой человек Я могу Допиливать До идеала Что-то Просто Годами Но Есть Большая Вероятность Что это Уйдет Время Уйдет Запал Уйдет Задор Уйдет Мотивация У тебя У сотрудников У рынка У всего Вообще То есть Это просто Будет Процесс Который Растянут Именно В процессе Без движения К результату И Когда У меня Вот эта Мания Микроменеджмента Была Как у Любого Нового Руководителя И Такого Нью Бизнес Человека Очень Быстро И Выгорание Наступало Потому что Начинаешь выжимать Из сотрудника Просто Невозможное Потом Мне как-то Пришло Такое Понимание Что Каждый человек Который работает Он делает То, что Может Вот в лучшем Своем варианте Иногда Бывает Что Он не может Сделать То, что Тебе Нужно У него По-другому Аналитика Он по-другому Видит Картинку И это Нехорошо Неплохо Это вообще Никак Это просто Факт И все И после Это Осталось Намного Проще Раньше Я не могла Уехать Вообще Не могла Уехать У меня Трестло Мне казалось Все рухнет Вообще Дверь Не смогут Закрыть Сами Все Я не знаю Все рухнет Вообще Свет Не выключен Больше Еще Что Сейчас Спокойно А кто Вас вдохновляет Из предпринимателей Из предпринимателей Да Кто Ну Кстати Боря Зарьков Мне очень вдохновляет Своей подвижностью Как раз Таки Хороший Пример Как Можно Быстро Перестраиваться По ситуации Да Вот Очень Быстро И Скорость Принятия Решений Иногда Себе В убыток Но В долгосрочную Перспективу В плюс Как в маркетинг Она крутая Я Слежу За А что Вы имеете ввиду Приведите пример Ну что Может Тут Не знаю Мне кажется Просто за день Решить закрыть ресторан Завтра Открыть другой Прогулять Всю тусовку Это же все Деньги Это же все Бюджеты Но в долгосрочной Перспективе Я понимаю Как ему это Окупится Да Я иногда Смотрю на Те Ну скажем так То Блюдо Которое мне приносит Я думаю С точки зрения Доставки локальных продуктов Из разных Там каких-то Мест Сбор Это все по дизайну Разработка Когда это все Разрабатывалось Сколько времени Было потрачено Компания могла сделать Котлетки с пюре Они всегда будут Популярны Да Но они запариваются И они не хотят Сделать новую кухню Они хотят Сделать ее красивой Они хотят Сделать ее более доступной И мне нравятся Предприниматели У которых Помимо зарабатывания денег Что само собой Разумеется Есть вот эта Какая-то Big idea Миссия По которой они идут И мне страшно Скучно Разговаривать С теми людьми Которые строят бизнес И у них В голове Только Показатели 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 Потому что По большому счету Для меня Они ничего не делают Они ничего не создают А люди идейные Люди У которых Глаза горят Когда они О своем деле Говорят Это Самое большое Вдохновение И С ними приятно Общаться Потому что Они были На твоем месте Они знают Что сказать В тот момент Когда тяжело То есть Они не будут Говорить Нужно Сделать Там План Расчет Чего-то там Подать Заявку На Господдержку Кредитование Или еще Что Они Выгодят Ленок Да у тебя Еще такое Будет Поверь мне Просто Со всеми Надо Договориться Все Решают Люди И ты Понимаешь Что Вот Правила Бизнеса От Елены Крыгина Это Вот Правда Ты Ты Мне Сказал Это Совет Кстати Не От Меня А Это Совет Был Мне Вот Такой С Кем Вы Совет Интересно В Трудных Ситуациях В Трудных Ситуациях Советуюсь С Теми Кто В Бизнесе С теми Кто Не В Бизнесе Уже Но Раньше Был Потому Потому Что Они С Дают Советы На Свои Условные Пенсии Конечно Ни Один Бизнес Не Может Случиться Без Наставников Вообще Ни Одно Дело Не Может Случиться Без Наставников Кто Ваш Наставник Художник Не Сможет Стать Крутым Художником Без Наставника И Точно Так Ж Здесь Вот Володя Смирнов Например Мой Очень Хороший Трук В свое Время Он Построил Карьеру В Новотеке В этом Бизнесе И Сейчас Активно Занимается Благотворительностью Полностью Посвятил Себя Огромный Фонд У него Образ Жизни Который Меняет Не Адресно А меняет Структурно Рынок Благотворительности И всю Эту Взаимопомощь Между Людьми Делает Ее Системной И Я Со Своей Стороны Страшно Ему Помогаю Володя Наверное Из тех Людей С которым Даже В небольшом Разговоре В Small Tokyo Он Всегда Даст Какой-то Совет Какое-то Направление Которое У тебя На подкорке Отложится То есть Это такой Человек У которого Слова Вообще Не бывают Случайными Были люди С которыми Пересекался Несколько Раз Но Их Слова Также Не Были Случайными Потому Что Они В моменте Просто Подпивая Чай Говорили Что-то Для них Простое А для меня Это было Фундаментальное Знание Для меня Это было Как Семестр В университете Проучиться То есть Для меня Просто Открылась Картина И как бы Я поняла Что Начала Видеть Вообще Масштаб И Масштаб Можно увидеть Только Благодаря Масштабным Людям Только И Любой Человек Который Если уж Мы тут Как Как получить Успех И как Добиться Успеха Ищите Людей Которые Смогут Быть Наставником В моменте Или В какой-то Ситуации Вести Тебя Ни один Человек В бизнесе Не может Сказать Что это Я сам Все сделал И По факту Селф Девочка Из Сургута Приехала Что-то Построила Но Если бы Я не Встретила Определенных Людей Если бы Определенные Люди Не сказали Мне Определенные Вещи И я Не поняла Это правильно И дальше Не начала Это использовать Никакого Успеха Не было И в том Числе Благодаря Наставникам Благодаря Друзьям Благодаря Людям В бизнесе У меня Пришло Это Осознание Что надо Успеть С этой Популярностью Что-то Сделать Надо Ее Каким-то Образом Капитализировать Во что-то Превратить Что это Только Старт Мне Очень Грустно Всегда Смотреть На Блогерский Рынок Когда Люди На волне Популярности Думают Что Это И есть Эверест Это Старт Возможность На этой Волне Куда-то Дальше Уехать Сколько вам Нужно денег Для счастья Мне Да Ну Прямо Чтобы я Комфортно Чувствовала Ну Если На моем Личном Счету Будет На данный Момент Много Мне не надо Миллион Долларов Чтобы он Постоянно Пополнялся Тогда я Смогу Делать Очень Много Реализовывать Своих идей Социальных То есть У меня Нет Сразу Миллиардером Дом За 8 Миллионов Долларов Достаточно Да Просто Автопополнение Какое-то Можно Пожалуйста Настроить Потому что Ты не сможешь Сделать Ничего Великого Ты ничего Не сможешь Изменить Ты ничего Никакую Клевую Идею Которая Изменит Культуру Изменит Что-то Не сможешь Реализовать Если у тебя Детям Есть Нечего Великие Идеи Но они Не реализуются Потому что Они ждут Пока у них Появится Возможность Быть реализованным Почему Очень многие Люди Достигая Определенного Финансового Достатка Так Легко Начинают Отдавать Эти деньги И Я в том числе Разговаривала Вот Володя Смирнов Мой друг Который Как раз-таки Очень Мощно Занимается Благотворительностью Мощнее Чем Кто-либо В этой Стране И Я Спрашиваю Володя Вот Ну Это Твои друзья На аукционах Расстаются С деньгами Небольшая картинка Три миллиона И они так легко Уходят Потому что Это другие деньги Потому что Предложи эти деньги Вложить в бизнес И ты как бизнесмен Начнешь их обсчитывать Думать Когда они у тебя Вернутся Как это все Будет реализовано И так далее А благотворительность Это по сути То, к чему ты идешь Ты все это создаешь Для того, чтобы Сначала наполнить Ресурсом Себя Свою Семью Но на самом деле Чтобы заполнить себя До такой степени Чтобы с тебя полилось И чтобы можно было Отдать это другим То есть И Глобальная цель Она такая И Каждый к этому приходит А кто не приходит Ну Это глубоко Несчастные люди Всегда Да И так или иначе Все стараются Все хотят оставить след Все хотят Набрать Этот капитал Для того, чтобы Что-то сделать И Вот это то, к чему Я стремлюсь В том числе Я вообще в начале пути Посмотрю Сказали, отвечая на этот вопрос В самом начале Что вам нужно Миллион долларов Чтобы вы могли Неограниченно тратить На социальные проекты О чем речь? Я развиваюсь Я развиваюсь вместе С фондом Образ жизни Поэтому те направления Которые Поддерживает фонд Они собственно Для меня близки Это Адаптация И уровень образования В сфере Работы с людьми С ограниченными возможностями Потому что Сейчас это Грандиозная проблема И то Те мероприятия Которые В том числе Я в них участвую Проводит фонд Мы видим Насколько Не адаптированы Люди С особенностями И если В детском секторе Еще Эта социалка Более-менее Отлажена То Как только Ребятам Становится 18 плюс Все Там дыра И родители Не понимают Как дальше Быть Не хватает Знаний Не хватает Педагогов Не хватает Центров Хотя Это ребята Очень умные Они смышленные У них мир По-другому строится Они Вот В прошлом году Мы открыли Такой Центр Специальный Называется Дом под солнцем Где Ребята Это как Такой временный Дневной Дневной Стационар Где ребята Развиваются И они Невероятные вещи Совершенно Мультипликацией Занимаются Они Они Занимаются Они Создают Игрушки Которые Красивее Чем Все Игрушки Которые Я когда-либо Видела Мультики Они делают Мы с ними Готовим Второе направление Донорство Огромная Кризис Донорской Крови Костного Мозга Это тоже Донорников Занимается В том числе И Как видите Очень часто Ты приходишь К этому Через беду Потому что Для Олега Случился Этот щелчок Потому что Он сам оказался в этой ситуации, у тебя может быть много денег, но пока конкретный человек не пришел и не сказал, на мою кровь, понимаете, все деньги бессмысленны. Не купишь ты за деньги кровь человека, пока он тебе не придет и не отдаст. Не купишь костный мозг, невозможно. И банки пустые на самом деле. То есть то количество донорской крови и костного мозга, которое сейчас есть в банках, оно мизерное, потому что нет культуры, потому что это страшно. Люди боятся лишний раз иголки куда-то отдавать, еще что-то. Это всегда страшно. Дети наши тоже многие боятся, потому что для меня, мне супер с ними интересно, мне классно с ними, я их люблю. Какими? Они все разные, но я вижу, как мне приходят в директ те же самые вопросы о том, Лена, как вы не боитесь? Я говорю, чего боятся? Солнца? А есть что-то, чему вы хотите научиться? В бизнесе? Или вообще? Или по жизни? Ну, по жизни я хочу петлю Нестерова научиться делать. Например, это одна из моих целей. Я всегда хочу чему-то научиться, я вообще не могу без обучения. Вот сейчас, например, я параллельно своей работе изучаю Древний Египет, потому что мне интересно. Интересно, где я? С Виктором Солкиным, знаменитым египтологом. Я вот только вернулась, я поэтому немножко такая... Еще в Древнем Египте немножко. Да, в Древнем Египте. После всего того, что я увидела, масштаб и качество, и подход, и грандиозность всего вообще происходящего, а это было сделано там по несколько тысяч лет до Новой Эры, то мне вообще вот какие-то вещи сейчас, они такие, это все не важно. Важно вот это. Люди сделали, и это до сих пор производит такое впечатление. Вот и на самом деле я по таким впечатлениям приехала оттуда с такой мотивацией, что мне в том числе хочется очень много сейчас и в бизнесе изменить, потому что мне нужен еще больше масштаб, потому что я вижу, как люди без интернетов, без телефонов и без всего этого совершали такие грандиозные вещи за идею, что это просто не складывается умом никак в картинку и не склеивается с современным миром. И поэтому я из тех людей, которые хотят оставить след такой же большой, как пирамиды, чтобы песочком не засыпало ни при каких обстоятельствах. Прекрасно. Желаю вам в этом удачи. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...